Добрый день! Вновь с вами юрист и компания Роск. Сегодня мы будем обсуждать вопрос смена адреса юридического лица. Прежде чем приступим к обсуждению подробного процесса смены адреса, давайте определимся с терминами. На практике очень часто компания использует такие определения, как юридический адрес компании и фактический адрес компании. Однако в законодательстве таких терминов не содержится. На сегодняшний день в законодательстве для определения понятия адреса содержится два термина. Первое – это местонахождение юридического лица. Второе – это непосредственно сам адрес юридического лица. Чем же они друг от друга отличаются? Под местом нахождения юридического лица подразумевается наименование населенного пункта, где находится юридическое лицо. Допустим, это может быть Российская Федерация, город Москва, либо любой другой населенный пункт, где вы находитесь. Под адресом же понимается более конкретное указание местонахождение юридического лица в предел населенного пункта. Таким образом, это у нас будет Российская Федерация, город Москва, улица такая-то, дом такой-то и дальнейшее указание на офис либо помещение нахождения компании. Местонахождение компании мы должны указывать в уставе. При этом в уставе можно указывать просто город Москва, то есть подробное указание адреса не требуется. Однако подробное указание адреса мы должны внести в единый государственный реестр юридических лиц. Таким образом, при смене юридического адреса мы должны в первую очередь посмотреть учредительный документ устав компании и определить, будем ли мы при смене адреса принимать новую редакцию устава, либо вносить изменения в устав. В любом случае, какой бы форме мы не уведомили налоговую, к данной форме мы будем прикладывать следующий документ. Первый документ – это решение о смене адреса. К решению мы также прикладываем документы, подтверждающие адрес. Такими документами могут выступать гарантийное письмо, выданное от собственника помещения, также копия договора аренды по новому адресу нахождения вашей компании, также собственник может вам предоставить копию свидетельства о правой собственности на данное помещение. Если у нас не меняется устав, то это исчерпывающий комплект документов. В случае, если нужно внести изменения в устав, либо принять новую редакцию устава в связи со сменой адреса компании, к данному комплекту документов прикладывается сам устав в новой редакции, либо лист изменения к уставу. Дальше, так как у нас идет редакция устава, необходимо оплатить государственную пошлину, которая составляет 800 рублей. Государственная пошлина на сегодняшний день оплачивается в том случае, если мы документы подаем в налоговую непосредственно на бумажных носителях. При подаче документов в электронном виде, используя электронную цифровую подпись, государственная пошлина не оплачивается. Если мы подаем документы на бумажном носителе в налоговую, то до подачи формы необходимо заверить у нотариуса. Заявителем будет у нас выступать исполнительный орган, директор, либо генеральный директор компании. Если же мы подаем документы электронно, то данные формы не требуют заверения у нотариуса. Их можно будет просто подписать электронной цифровой подписью компании. После того, как вы подготовили полный комплект документов, при необходимости заверили формы у нотариуса, документы можно подавать в регистрирующий орган на регистрацию изменений по смене адреса. При подаче документов регистрирующий орган выдаст вам расписку, где будет указано, какие документы вы подали и готовность к документу.